Всегда интересно слушать звуки природы, особенно здесь. Кричат белоголовые орланы. Вороны. Прыгает лосось. Можно понять, почему этот край называют последним рубежом. Нельзя забраться дальше. Острова Баранова. Именно такое и представляешь себе Аляску. Километры, километры и километры леса. Здесь очень мало асфальтированных дорог. На машине особенно не поездишь. А вот плавать на лодке придется часто. Местные жители занимаются натуральным хозяйством. Рыбачат, охотятся, живут дарами моря и плодами земли. Тут существует очень сильная связь между людьми и дикой природой. Безусловно, это наследие тлингитов, коренных жителей Аляски. Если оглянуться, кажется, что время остановилось, и природа взяла свое. Вот какова жизнь на острове Баранова. Обитаемый остров. Остров Баранова. Мы находимся на архипелаге на юго-востоке Аляски. Это город Ситка на острове Баранова. Я счастлив жить в умеренном дождевом лесу на побережье. Это одно из немногих оставшихся на Земле сокровищ. Джон Страли – поэт и писатель. Дикая природа Аляски вдохновляет его на создание стихов и детективов. Он переехал на остров Баранова 35 лет назад. Это его остров. Это место у побережья – прародина коренного племени Ситки – тлингитов. В конце 18 века Аляуты и русские начали охотиться здесь на каланов. Потом появились американцы, британцы и испанцы. Сегодня тут живет примерно 9 тысяч человек. Население Ситки на 25% состоит из тлингитов. Тут есть база береговой охраны, полицейская академия и рыбопитомники, где трудятся временные работники со всего мира. Община довольно разнородная. Трудно осознать, что Ситка – самый крупный по площади город Соединенных Штатов. Здравствуйте! Давайте прогуляемся. Хорошо. По вашему любимому городу. Он похож на деревню. Это город и округ. Здесь уже давно стабильное число жителей. Почти 9 тысяч человек. По площади Ситка – самый большой муниципалитет страны. Вы долго были мэром? Я занимала этот пост 4 года, а еще 3 была членом городского совета. Итого 7 лет в администрации Ситки. Вы когда-нибудь надеялись стать мэром крупнейшего муниципалитета США? Нет. Мим МакКоннелл, бывший мэр Ситки. Когда говорят об острове Бараново, на ум, наверное, сразу приходит Ситка? Из-за площади? Это самый большой город из двух. Да, у многих остров Бараново сразу ассоциируется с Ситкой. Это еще и важный узел региона. У нас огромный рыболовный флот. Люди делают здесь покупки. В городе есть хорошая больница. Проводятся культурные мероприятия. Жизнь просто бурлит. Это центр юго-восточной Аляски? Нет. Столица штата находится в Джуна. Но те, кто живет в поселках на побережье или ловит рыбу в удаленных местах, не могут так просто добраться до Джуна. Поэтому приезжают сюда. В нашем городе основным работодателем является правительство. Здесь есть береговая охрана, служба охраны леса, департамент охоты и рыболовства, правительство города, отдел образования. В последнее время мы теряем молодежь. Те, кому за 20, уезжают в колледж и не возвращаются. Или хотят вернуться. Но жить здесь дорого. Дело не в безработице. У нас много работает. Верно. Проблема в другом. Здесь трудно жить. У людей мало денег. Зарплаты на все не хватает. Как тут с жильем? Многие снимают дом, потому что не могут его купить. В среднем он стоит 350 тысяч долларов. Ясно. Это дорого. У людей просто нет денег на жилье. Его и построить сложно. На острове Бараново много ограничений. Тут сплошной заповедник. Нас окружает лесной заказник. Точно. С другой стороны, океаны. Цены в магазинах кусаются, потому что товары доставляют издалека, из Сиэтла. Поэтому нужно добавлять транспортные расходы. Очень трудно построить дом за небольшие деньги, даже если приложить все усилия. Вот это да! С ума сойти! Это стоит 4 доллара. Мы обращаем внимание на цены. По-другому нельзя. Еда здесь очень дорогая. Все продукты привозные. Свежие фрукты доставляют по морю. 4 доллара за авокадо. Это ужасно много. Да. Жить здесь довольно дорого. Люди часто жалуются на высокие цены на еду и коммунальные услуги. На острове много машин. Сейчас час пик. Есть два главных шоссе длиной километров 10. Не разгонишься. Уда там. Но это дороги местного значения, они идут через весь город и упираются в лес. Общая протяженность шоссе 22 километра. Дорог почти нет. Точно. До окраины города рукой подать. А там стоит знак. Конец дороги. Нас уже ждут. Да. Вот моя семья. Ваши дети выросли на лодке. Да. Они часто выходят в море. Дети занимались коммерческим рыболовством. Это входило в их воспитание. Мой сын до сих пор ловит рыбу. У нас почти личный пляж. Так и есть. Вам нравится приезжать сюда с детьми и внуками? Это мое любимое занятие. Еще бы. Обожаю природу. Муж говорит, что мы купили лодку для рыбалки, а я думаю, что для отдыха на воде. Я без ума от моря. Детей учат навыкам выживания в школе? Безусловно. Им показывают, как строить шалаши, рассказывают, как забираться на спасательные плоты, которые есть на всех лодках. Школьники делают это в одежде и спасательных жилетах. Правда? Так они узнают, что делать, когда одежда тянет тебя ко дну. Это важно. Когда живешь здесь, нужно в таком разбираться. Да. Чтобы получить аттестат, школьники сдают зачет по плаванию. Необходимо уметь плавать. Такое не на каждом острове есть. Так, что у нас здесь? Лососевый паштет. Кто поймал рыбу? Вообще-то я. Вы? Да. Мим. Вы знаете, как это здорово? Какой это вид лосося? Их здесь три-четыре. Это кижуч, или серебряный лосось. Что вы берете в походы для безопасности? Смотря, куда мы идем. Иногда я беру спрей от медведей. Хотя сюда приезжает очень много людей с собаками, поэтому медведей уже давно нет. Сюда они не забредают. Возьму я спрей или нет, зависит от того, куда мы направляемся. Я никогда им не пользовалась. Может, сегодня и стоило бы его захватить. Но я этого не сделала. Если ты усвоил нужные навыки выживания, то все будет хорошо, верно? Да. Может, и тесно жить на острове, где всего 20 километров дорог. Но если у тебя есть лодка, самолет, каяк или каноэ, на которых можно выйти в море, ты не чувствуешь себя в ловушке. Можно ведь отправиться в огромный дикий мир. В Ситке примерно 200 человек живут на лодках. Это либо рыбаки, которые не сходят с кораблей, либо владельцы лодок, которые работают в городе, а живут на воде. Александр Элисон, учитель. Я живу на яхте «Саунд Джаджмент». На борту написано «Ванкувер», потому что именно там я ее купил, на реке Фрейзер. Сюда приплыл 10 лет назад. То бежево-синее здание – это школа, где я преподаю. Обычно я добираюсь с лодки до работы, пока не успевает остыть кофе. В основном в порту живут рыбаки и те, кто много времени проводит в море. Гавань называют городом мужчин, потому что разведенные парни покупают лодки и перебираются сюда. Все-таки невероятно дорого жить, а на лодке получается гораздо дешевле. Яхты – это одновременно и домы, и место отдыха. Многие снимают в городе двух-трехкомнатные квартиры за тысячу долларов. На воде жить проще. Отсюда поступает электричество. Если я не стою в гавани, а уплываю в какой-нибудь залив, то пользуюсь аккумуляторами. Воду берем из города, счетчиков нет. Я просто заполняю баки, которые установлены на борту. Здесь стоит двухместная кровать. Тут я храню одежду. Места вполне хватает. Жилая площадь – 23 квадратных метра. Это довольно удобная и современная небольшая квартирка. Остров Бараново находится в национальном заповеднике Тонгас с умеренными дождевыми лесами, где не бывает жары или мороза. Температура морской воды всегда примерно 7-10 градусов. И тепло сохраняется намного лучше. Гораздо проще обогреть лодку, чем дом. Потому что океан является естественной теплоизоляцией. Мне нравится жить на лодке. Это здорово. Всегда можно порыбачить. Кажется, я был самым младшим, кто получил сертификат моряка торгового флота. Да, ты с детства работал матросом. Хорошо иметь лодку в ситке, потому что совсем рядом находится потрясающая нетронутая природа. Здесь невероятно много диких животных. Я люблю выбираться в центр, чтобы насладиться городской жизнью. Но когда я хочу побыть на природе, нет ничего лучше прогулки на яхте. Люди обожают приезжать на Аляску. Большинство из них хотят убедиться, что еще остались такие дикие места. Целая мифология сложилась вокруг понятий «последний рубеж» и «золотая лихорадка на Клондайке». Но дело в том, что многие золотоискатели разорились, а не разбогателись. Здесь нелегко жить. Тут уныло и опасно. Какие-то места наводят тоску, но другие в то же время завораживают своей красотой. Людям этого не хватает. Они хотят узнать, что находится за пределами города, и приезжают сюда вкусить дикой природой. Теперь я понимаю, почему Аляску называют «последним рубежом». Как красиво! Это ваше рабочее место? Верно. Неплохо приезжать сюда каждый день. Великолепно. Вы здесь родились? Нет, я выросла в Миннесоте. Впервые я побывала здесь с семьей лет 16 назад во время круиза по Аляске. Мы зашли и в ситку, и с тех пор этот город занимает особое место в наших сердцах. Нам тут понравилось. Теперь я работаю в лесном хозяйстве. Эйрин Фултон. Смотрительница парка. Большой у вас парк? У меня? Добро пожаловать в мои угодья. Площадь исторического парка ситки – 47 гектаров. Большую его часть занимает территория тотемов. Он входит в заповедник Тонгас? Да, ситка находится посередине заповедника Тонгас, самого крупного в системе службы лесного хозяйства США. Его площадь – 70 тысяч квадратных километров. Там много мест, где не ступала нога человека. Это самый большой прибрежный умеренный лес в мире. Посмотрите! Над нами пролетел белоголовый орлан. Слышите пронзительный крик? Это орлан. А такие странные звуки... ...издают вороны. Знаете, что мне нравится? Всего 5 минут на машине или 15 пешком, и ты оказываешься здесь. Многие люди проникаются романтикой и говорят, можно сходить в лес и испытать свои силы на природе. Нельзя сойти с корабля, взять рюкзак, надеть ботинки и отправиться в лес. Мало ли что может случиться. Это медвежий край. На 6 жителей штата приходится 1 медведь. Это много, Эрин. Согласна. Они ведь представляют угрозу для туристов. Хищники опасны. Некоторые люди мечтают увидеть на Аляске дикого медведя. Лесники их предостерегают. Будем надеяться, что вы не повстречаете хищника. Если местные жители отправляются в поход, они стараются всех предупредить. Я пойду туда-то с этими друзьями и планирую вернуться к такому-то времени. Если меня не будет, через 3 часа вызывайте береговую охрану. Этому нужно учиться. Зато здесь я познакомилась с удивительно опытными людьми, которые все умеют. Да, они не теряются и могут приготовить вкусное запеченное мясо, а потом починить дизельный двигатель. Мы поплаваем на каяках? Это очень весело. Я так отдыхаю после работы. Вот мой жеребец. Сразу видно, что он ваш. Догадалась по наклейкам. Сапоги. У меня их две пары. Они тут вместо кроссовок. Что, правда? В них ходят повсюду. Я даже надевала их на свадьбу. Серьезно? Да. Стильная свадьба. Все тогда были в новеньких красивых сапогах. Выходим. Из леса на море. Да. Так вы здесь и развлекаетесь, да? Да. У нас тут огромный курорт. И погода вас не останавливает? Нет. Если боишься промокнуть, то никогда не выйдешь из дома. Я думала, будет дождь, но взгляните на небо. Не доверяйте первому впечатлению. Кажется, что небо прояснится и выглянет солнышко. Надеешься на лучшее, и вдруг начинается ливень. Ясно. Всегда готовьтесь к дождю. А если выйдет солнце, тем лучше. Чем ситка отличается от других городов Аляски? Люди здесь очень близки к природе. К океану, лесу, торфяным болотам. Тут все тесно взаимосвязано. Популяция лосося зависит от здоровья леса и чистоты реки. В школе мы обращаем мало внимания на эти научные факты. А здесь мы их видим воочию. Природа все еще вас изумляет? Да. Я в первый раз плаваю на каике в этом месте. Всегда есть новые районы, которые можно исследовать. Тут здорово, поэтому люди, которые приезжают на полгода, частенько остаются на несколько лет или навсегда. Уникальный край. Да. Опять пошел дождь. Я предупреждала. Мы питаемся продуктами, которые дарит окружающий мир. На острове Бараново можно рыбачить, охотиться на оленей, собирать ягоды и водоросли. Мы постоянно думаем о том, как прокормить себя и как природа влияет на нашу жизнь. Вы давно здесь живете? Я приехал на Аляску в 97-м году. Друзья брали меня на рыбалку, и мне всегда нравилось это занятие. Островитяне сами обеспечивают себя продуктами, потому что два литра молока стоит 8 долларов. Брэндон Джонс, писатель. Я вытаскиваю снасти. Нужно забросить их утром или вечером, а через 8-10 часов поднять и посмотреть, что попалось на 15 крючков. Здесь очень сильны традиции натурального хозяйства. Безусловно. Тлингиты населяют этот остров 10 тысяч лет, и они редко поднимались в горы, потому что во время отлива перед тобой накрыт стол. Здесь много всего съедобного. Вы рыбачите и охотитесь. Вы делаете это, чтобы нечасто ходить в магазин? Это игра, в которую играет моя семья. Мы в проигрыше, если покупаем продукты. Правда? Мы работаем в огороде, охотимся, занимаемся сбором водорослей и ягод. Нет. Существует кооператив ситки. Мы много чего придумали, чтобы не ходить в супермаркет. Хотя по воскресеньям нужен кленовый сироп, а его можно только купить. Это морская звезда. У вас двое детей. Девяти месяцев и двух с половиной лет. Вы научите их, как прокормить себя? Конечно. Я уже начал. Вот одно из любимых занятий моей дочери. Когда я приношу с охоты оленя, она очищает его от листьев и грязи, и одновременно приговаривает. Ммм, дочь любит оленину. Она все понимает. Да, уважает природу и преклоняется перед ней. В то же время, она хочет есть и понимает, что мы приготовим тако и вяленую оленину, которые она с таким удовольствием съест. Когда вы открываете морозилку, вы испытываете гордость от того, что сами подстрелили дичь и обеспечили всю семью? Меня охватывает особое чувство, когда я осознаю, что приложил все усилия, чтобы накормить родных. С другой стороны, иногда мы ходим поесть пиццу, и это замечательно. Не нужно ловить и готовить рыбу. Можно просто насладиться пиццей. Рэйчел, это Софи. Здравствуйте. А это Хэлли Мари. Хэлли Мари. Ягодки. Да, там ягодки. Она знает, чего хочет. Давай их сорвём. Ей нравится. Вкусно. Ты собираешь яйца? Утром. Посмотрим. Отлично. Закроем. Увидимся, курочки. Наверное, вам пора. Верно. Сегодня открылся сезон охоты. Мы заготовим продукты на зиму. Хорошо. А вы езжайте. Да. До встречи. Пока, Кироли. Рэйчел Джонс, адвокат. Рэйчел Джонс, адвокат. Жена Брэндона. Иди сюда. Чем займёмся? Вынесем рыбу во двор. Это филе чавычи, которое солилось всю ночь. Смотрите, какая красота. Просто положить. Кладите на решётку. Далеко уходить нельзя, потому что налетят вороны и украдут всю рыбу. Надо её накрыть. Так её не испортят ни мухи, ни вороны. Я хотела заглянуть в морозильную камеру. Хорошо. Сокровищница. Да. Вот прошлогодняя оленина. Места просто не осталось. Это палтус. Его хватит года на два. Ух ты! Вы когда-нибудь думали, что будете делать запасы? Нет, я окончила юридический в 2012 году и сначала работала секретарём суда. А через пять лет завела морозилку и двоих детей. В доме лежит лосось, который нужно законсервировать. Так он хранится намного дольше. Я вам помогу. Снимаем. Малышка спит? Да. Ясно. Отлично. Нарежем вот так. Хочешь помочь? Да. Тогда раскладывай. Спасибо, что терпеливо ждала. Молодец. Ваша дочь должна знать, откуда берутся продукты? Очень важно, чтобы она понимала, это живое существо пожертвовало собой ради того, чтобы мы не голодали. Это огромная часть вашей жизни. Вы не так часто ходите в магазин. Почему вы не покупаете продукты? Есть пара причин. Мы заботимся об экологии. От привезенных товаров остается мусор, который нужно вывозить на свалку в Сиэтл. Мы словно выбрасываем мусор на чужой двор. Продукты доставляют сюда на баржах, поэтому есть топливные расходы. Покупать все в магазине очень дорого. И поставки ненадежные. Если судно опоздает зимой, полки магазина стоят пустыми целую неделю, пока они привезут продукты. Поэтому у вас есть огромная морозилка. Совершенно верно. Нами движет здравый смысл, ведь мы живем в глуши. Нельзя полностью зависеть от магазина. Надо накрыть, закрутить крышки, налить воды в скороварку. Осторожно. И у вас будет лосось круглый год. Охраняйте рыбу от мух и воронов, а я разожгу коптильню. Ладно. У вас много дел, Рэйчел. Полное забот и свободного времени. Просто засекаешь, когда надо перемешать щепки. Ясно. Я уже привыкла. Так. Здорово. Всё. Самое главное – не выключить холодильник. Это будет очень печально. Во время перебоев с электричеством всё мясо может испортиться. Точно. Это был бы кошмар. Ситка зарабатывает на туристах. В основном летом. На кораблях приплывают примерно 110 тысяч пассажиров. Многие ловят рыбу за деньги. Здесь потрясающая рыбалка на лососях. Мы оцениваем качество рыбалки по тому, сколько времени уходит на поимку чавычи. На острове рыбу ловят весьма быстро. Отлично причалили. Я Софи. Дуэйн. Очень приятно. Добро пожаловать. Спасибо. Лодка заменяет вам машину. Да. Вы передвигаетесь на ней, потому что живёте на острове. На острове Дафф. Там нет дорог, только дощатые настилы. Остров Бараново. Ситка. Остров Дафф. Дуэйн Ламбетт. Владелец отеля. Привет, Сиэна. Давайте посмотрим на лодки. Вот лодка сына, на которой они с сестрой плавают в школу. Когда они самостоятельно вышли на воду? Сын начал водить лодку в 9 лет, а в 12 уже выходил в море без присмотра. Это отель для рыбаков. Есть два типа жилья. Хижины здесь и здесь. И главное здание с номерами. Сюда приезжают рыбачить? Да. Именно это привлекает большую часть постояльцев. Здесь есть электричество. Да. Вы не отрезаны от мира? Конечно. Мы провели линию из города под водой. Она выходит на берег, и отсюда электричество поступает в здание по всему острову. Это всё меняет. Точно. Где вы берёте воду? Есть два варианта. Во-первых, на всех крышах установлены системы сбора дождевой воды. Во-вторых, воду каждый день привозят из города на корабле. Расстояние километра два, и в среднем бывает 6-8 партий. То есть корабль ходит туда-сюда. Джакузи. Вы всё предусмотрели. Все ценят комфорт. Что самое трудное здесь? На острове сложнее всего строить дома. Всё нужно делать по старинке, с помощью блоков и канатов. Требуется много работников. Стройка длится дольше и обходится гораздо дороже. Здорово. Ходите. Ух ты! Что привлекает людей в ситку и на остров Бараново? Конечно, красота, киты, рыбалка, история и, наверное, атмосфера острова. Хотя ситка расположена на относительно крупном острове Бараново, здесь царит полное уединение. Если вы решите прокатиться на машине, через пять минут дорога закончится. Окажетесь в лесу. Этот край обладает своим неповторимым очарованием и обаянием. Если бы не туристы, остров до сих пор находился бы во власти девственной природы. Нужно очень много времени, чтобы куда-нибудь добраться с острова Бараново. Сколько зависит от вида транспорта. Если сядешь на местный паром, то через сутки окажешься в Джуно, который является столицей штата. Если сядешь на самолет, то очутишься там через 20 минут, но это при хорошей погоде. Иногда рассчитываешь на 20 минут, а в итоге через пять часов прилетаешь в Сиэтл, потому что больше никуда не сесть. Если путешествуешь на самолете зимой, нужно брать с собой сменные вещи и зубную щетку. Всегда. Я отправляюсь на тёплые источники. Хорошо, что вы меня отвезёте, потому что они находятся ещё дальше, чем бухта Дав. Вы часто там бываете? Не знаю, наверное, дважды в месяц. Нередко и нечасто. И вы захватили продукты? Я взял свежие продукты и фрукты, которые испортятся, если везти их туда на лодке. Дорога очень дальняя. Такая еда там ценится на вес золота. Когда нужно в магазин, вы плывёте на лодке или летите на самолёте? Отсюда до столицы Аляски, Джуно, примерно один час десять минут лёту. Я сажусь на самолёт, приводняюсь в небольшом пруду, потом запрыгиваю в свой фургон, делаю покупки, еду обратно на пруд, разгружаю припасы и улетаю. Удаётся вернуться к обеду. Удивительно. Минут через пять мы взлетим и отправимся туда, где вам лучше не гулять одной. Это удалённое место. Правило номер один – если вы забудете мои слова или начнутся проблемы, не отходите от самолёта. Аптечка находится с этой стороны, там, где Чёрный Крест. Есть спутниковый телефон и даже дефибриллятор, если у кого-нибудь будет инфаркт. А если соскучитесь, мы вас взбодрим. Я готова. Садитесь справа. Да. Девятое ноября, будьте на приёме, до связи. Согласно последнему прогнозу погоды, там всё затянуто туманом. Видимость – полтора километра. Посмотрим. Всё может измениться. Остров Бараново. От ситки до тёплых источников 15 минут по воздуху. Чуть раньше мы пролетели над парой островков, где я заметила жилые дома. Много лет назад власти призывали переезжать на Аляску всех, кто хочет здесь жить. Можно было построить дом на никем не занятом участке. Через некоторое время люди просто заявляли права на землю и становились владельцами. Видите? Вон там прыгает лосось. Надо же. Почему при ловле на мушку необходимо отпускать пойманную рыбу? Мы поступаем так по двум причинам. Во-первых, лосось очень любит медведей. Если ты оставил рыбу себе, то хищник может запросто её отобрать. Во-вторых, качество речного лосося не сравнится с качеством морской рыбы. Скажите, Дуэйн, мы скоро прилетим? Нет, ещё не скоро. Доберёмся туда сегодня? Не знаю. Я не теряю надежды. Мы всё ещё со стороны ситки. Попробуем развернуться обратно и пролететь через этот пролив. Ясно. Следите за этим полем. Сейчас мы снизимся и сможем увидеть медведей. Похоже, я заметил медведя. Он окажется с той стороны, и мы опустимся очень низко. Сами всё увидите. Так, вперёд. Вот это да! Господи, боже мой! Боже! Он идёт по реке, видите? Тут очень хорошо, но нам нужно дальше. Может, мы не пролетим из-за тумана. Попробуем приблизиться. Если видимость плохая, вернёмся на остров. Ничего не поделаешь. Точно. Нельзя победить мать-природу. Верно. На юго-востоке Аляски лингиты традиционно занимаются гравировкой на металь. Они обладают редким даром к изобразительному искусству. Сотни лет лингиты рассказывали замысловатые предания, и сначала вырезали героев из кедра, а потом рисовали их на металле. Так они иллюстрировали свои легенды. Теперь молодёжь учится у стариков, и это искусство переживает удивительные изменения, что можно увидеть в современных работах. Здравствуйте! Здравствуйте! Мэри Гудард и Дженнифер Янгер Гравировщицы Ух ты! Это ваши работы? Да. Мы делаем традиционные украшения с современными нотками. Традиционные, то есть тлингитские украшения? Верно. Вы используете серебро? Да. С чем ещё вы работаете? Мы гравируем и на меди. Понятно. Раньше тлингиты вырезали из дерева тотемные столбы, различные сундуки, весла и другие предметы. Украшения стали популярны лишь в 18 веке. Присядем. Я люблю слушать истории. Металлом они занялись позднее. Испанцы привозили серебряные деньги. Насколько я понимаю, тлингиты плющили монеты, наносили гравировку и изготавливали украшения. Деньги не имели для них значения, и они делали украшения. На острове Бараново можно везде ощутить связь с тлингитами. Это чувствуется только в Ситке или по всей Аляске? На юго-востоке штата. Вы гуляли по тотемному парку. Там сохранилось большое количество индейских статуй. Но в Америке есть много мест, где их уничтожили. К счастью, у нас нет резерваций, где индейцы живут отдельно. Я знаю, что когда сюда приехали колонисты, такое разделение точно существовало. Наша бабушка не росла в тлингитской культуре. Мы многое потеряли, потому что ей не разрешали говорить на родном языке. Многие традиции были утрачены. Бабушка передала это ремесло нашей маме. А я все еще учусь создавать различные узоры. Мы что-то придумываем и пытаемся изобразить это на украшениях. По крайней мере, я так делаю. Вы говорите на тлингитском? Нет. Нет? Но изучаете его? Совсем мало. Ты водишь сына на уроки. Он учит тлингитский? Да. Он постоянно слышит этот язык, и в результате я тоже учусь. Моя дочь сейчас в средних классах, и там предлагают изучать тлингитский. В последние годы на Аляске возрождается язык коренного народа. Я все чаще его слышу. Ребята моложе меня бегло говорят на нем. Точно. Это здорово. Откуда вы черпаете вдохновение? Нас окружает зелень. Это еще одна моя страсть. Я обожаю растения. Чем больше я узнаю о них, тем сильнее это влияет на мои работы. Вы используете то, что лежит в банках? Бывает. Они стоят там для красоты, но однажды ко мне пришли старейшины тлингитов и спросили, вы не завариваете чай из трав? От них я узнала, что так можно бороться с простудой. Она готовит чаи и настои. Если хотите, я могу показать, что у нас есть. Конечно. Пойдемте. Сначала я расскажу, что растет во дворе. Смотрите, это так называемый хвощ. У нас его еще зовут конский хвост. От него волосы и ногти становятся прочнее. Понюхайте. Это тысячелистник. Вкусно. Если вы порежетесь в походе, а остановить сильное кровотечение будет нечем, можно разжевать стебель и втереть сок в рану. В результате кровь остановится. Надо же. Покажите вашу кладовую. Хорошо, идемте. Это мостик? Мы скоро построим получше. Традиционно тлингиты заворачивали рыбу в эти листья и запекали в земле. Всегда открываешь для себя что-то новое. Хотите зайти на чашечку чая? С удовольствием, Мэри. Можем попробовать чай из хвоща. Хвощевый чай. Да, звучит неплохо. Какой свежий запах. Окажете честь? Насыпьте траву в чайник. Все, дадим настояться. Колдуйте. За вас. Спасибо. За тлингитов. Да. За тлингитов. Мне нравится тост. Доброе утро. Здравствуйте. Добро пожаловать. Спасибо. Тут так красиво. Да. Нельзя не заметить этого великана. Господи. Это Севен Сиз Мэринер. Года три-четыре назад в конце шоссе построили причал для круизных кораблей. Туристы садятся на автобус и едут в город. Это отличный вклад в экономику острова. Вас, разумеется, туристом не назвать. Нет. Но вы не с Аляски. Нет. Я перебрался сюда в 77-м году. С удовольствием прокладывал тропы, летал на вертолетах, работал пилой и строил хижины в лесу. Местные жители занимаются разной работой. Да. С помощью двух деревяшек они способны выжить, построить что угодно и прокормить себя. Здесь живут мастера на все руки. Приходится быть таким, и для этого есть все возможности. Я много писал об Аляске и ни за что не стал бы прославлять Нью-Йорк. Мы находимся в заповеднике Тонгас. Он нас окружает. Почему лес сохранился? Мы разумно используем запасы лосося и древесины. Например, ольхи. Ресурсов может хватить на всю жизнь, если грамотно их расходовать. На ум приходит слово «бескрайность». Да. Когда летишь над континентальными штатами и смотришь вниз, ты видишь сплетение света и дорог. Все сияет, и ты понимаешь, насколько сильно человек повлиял на наш мир. Но над юго-восточной Аляской темно. Есть лишь мерцающие огоньки. И это люди. Для меня это метафора сознания. Мы все еще живем в темноте. Дикая природа как раз напоминает об этом. Нам нужно постоянно говорить, что не мы здесь главные. Надо трепетно относиться к жизни. Потому что нас окружает кромешная тьма. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова